Приветствую, друзья! Вы на канале Галчонка Диевай. И сегодня я хочу рассказать, как сделать вот такую вот милейшую тыковку своими руками. Будем шить игрушку. Игрушку в смешанной технике. Все, что нам понадобится, это мех и полимерная глина. И в итоге у нас получится вот такая вот забавная, немного удивленная тыковка. Она очень мягкая, и в руках ее очень приятно держать. Ну что, давайте начинать? В первую очередь отрезаем из меха два круга. Опа! И она уже сшита. Конечно же, все на самом деле не так быстро. Но тем не менее, сшиваем по кругу, наполняем, а теперь красим. Каждый знает, что тыковка у нас оранжевого цвета. Желтая, желто-зеленая. Но мне больше нравится, когда тыквы именно ярко-оранжевые. Несмотря на осеннюю тоскливость, тыква это то, что приносит своими красками больше радости. При помощи сухой пастели окрасила тыковку в оранжевый цвет. А теперь будем формировать мордочку. Делаем выпуклую основу из фольги. На нее наношу полимерную глину. Глазки, которые сейчас будем рисовать сами. Конечно же, для такой оранжевой красотули подойдут ярко-зеленые глазки. Рисую также при помощи мелков. В несколько слоев. Сначала желтый, потом зеленый. Добавляю черного в центр. И немножко бликов белого. А теперь при помощи смолы их приклеиваю. Вырезаем все готовое. Просушивала несколько раз в лампе, чтобы наверняка все застыло. И вот такие вот милейшие глазки у меня получились. Начинаю формировать мордочку. Она может быть абсолютно любой. Радостной, веселой, задумчивой, злобной. У меня же мордочка будет достаточно удивленная. Как будто тыковку только-только разбутили. И она еще не знает, что происходит вокруг. При помощи резиновых стеков сглаживаем все неровности, все лишнее, чтобы получилось одно целое. Хорошенько прорабатываем глазки. На ней будет идти основной акцент. Теперь делаем листочек для тыковки. Креплю его сверху. Смотрите, какая мордочка получилась. Нечего сложного. Никаких сложных элементов. Все. Самое простейшее. Но тем не менее, получилась очень милая мордочка. После запекания примеряю ее. И при помощи клея-поксипол наклеиваю на тыковку. В первой версии тыковка была с лапками. Но я поняла, что они лишние. В итоге я их убрала. А это уже готовый вариант чудо-тыковки. Такая игрушка прекрасно подойдет как подарок, сувенир и даже как игрушка на новогоднюю елку. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Делитесь этим теплым видео с друзьями. Яркой всем красивой осени. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok